Здравствуйте, меня зовут по поводу я ученица 10-го класса на искусственной гимназии и темового доклада «Изучение влияния зимних флохолдов на осколки семян деревесных и кустаников растений». В последние годы снижение при разнообразии деревесных и кустаников растений, связанных с катаклизмом природного антропогенного происхождения, делает все больше актуальным сохранение семян растений в естественных и искусственных условиях. Добавление за особенностями плодов семян и геропонатной флоры раздвигает временный период полевых исследований ботаников на весенний период и, таким образом, расширяет спектаклиманики на лучшие исследования и их возможности. Объект исследования – семена древесных и кустаников растений, произрастающих в Нанскому внуши. Приметом исследования является семенной размножение древесных и кустаников растений в условиях Центральной Якутии. При написании работы нами была поставлена цель изучить влияние перепадов семейных и температур на жизнеспособность семян древесных и кустаников растений в условиях Нанскому внуши. Для достижения цели нами будет поставлена следующая задача. Первое – ознакомиться с научной литературой по теме исследования. Второе – это подобрать виды деревесных и кустаников растений Нанскому внуши для исследования и изучения их биологии. И в-третьих – это определить скорость внимания на различных режимах зимнего хранения и сделать выводы. Креоконсервация – это сохранение при максимально низких температурах с помощью жидкого азота с живых биологических объектов с возможностью восстановления их физиологических функций после размораживания. В опытах были использованы девять видов растений. Из них и пыль кустарам были предоставлены красная смородина голенькая, черная смородина молочевская, спирея волесни, спирея средняя, акация и карагана деревовидная. А некоторые семена исследуемых и растений были собраны непосредственно в селе Нанску в различных подворьях и территориях гимназии. Первым этапом мы вычислили семена плодов, собранных с почвы, которые приземлили в естественных условиях под снегом. А вторым этапом семена вычислили из плодов, приземляющихся в естественных условиях на воздухе непосредственно на ветках. Вы можете здесь видеть вычищение семена плодов и семена растений. Изучение морфологических параметров семян и описание семенной кожи показало, что семена одного вида достаточно сильно различаются друг от друга, как повесы, так и по степени сформированы нас из-за родыша. И прорастение семян разных видов растений зависит от степени покоя семян. Семена с глубоким покоем сходят дольше, но защищены лучше от неблагоприятных факторов. Согласно полученным результатам, что же семян в опыте воздухе и почве отличались, семена кустальников почвы дали наиболее зубшую скорость. Полученные результаты требуют дальнейшего исследования и являются предварительными. Полученные данные носят вклад в накопление массового экспериментального материала по изучению ответной реакции семян на переохранение и могут быть использованы при создании низкотемпературного банка семян. Продолжение следует...